Доброе утро, Ксюша, чего задумалась? Слушай, да у меня в паспорте написано, что я родилась в Свердловске, а сейчас же это Екатеринбург. А вдруг у меня проблемы какие-нибудь будут, когда я решу полететь куда-нибудь там, ну, в отпуск, например, за границу? Я подумал, с пенсионным фондом. Это вообще небольшая проблема, и по тебе не скажешь, что ты в Свердловске родилась. Давай узнавай все подробности у человека, который знает, проблема это на самом деле или нет. У нас в студии менеджер турфирмы Дмитрий Дингольц. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Нет, это не проблема. Сегодня очень много новостей в интернете, в разных средствах массовой информации о паспортах, потому что в ноябре вступил в действие приказ МВД, связанный с паспортами, сейчас на границе более строго проверяют данные, сверяют с различными базами, которые есть у пограничников. И давайте разбираться, что правда, что нет, уже с моей колокольницей колокольни турагента. Давайте разбираться. Я даже про закон этот не слышала, поэтому надо все подробно для всех разъяснить. Хорошо. Ну, я начну, наверное, с тех моментов, которые уже не связаны с этим законом, а с тем, что мы должны более строго и серьезно относиться к своим документам. Напомню, что наши туристы имеют право, если у них есть уже загранпаспорт, получить еще один. Эта опция существует, и у туристов может быть два загранпаспорта. Если у вас пятилетний есть или десятилетний, то второй может быть только десятилетний. И так вы можете иметь два документа. Ну, как в крайнем случае, если не нужно будет воспользоваться, возьмете коньки на прокат, там требуют документы. Но и главное то, что многие туристы сталкиваются с переживаниями, что их могут не выпустить за границу, например, по причине долга. Если у вас долг меньше 10 тысяч, то выпускают. Если больше 10 тысяч, то нужно уже быть ответственным, проверять. То есть до 10 еще могут выпустить, не так не будет, что 2 рубля, и все. Про какие долги мы говорим? Мы говорим про долги и алименты, связанные с различными правонарушениями, кому-то мы должны по решению суда. Автострафы? Ну, в том числе. Поэтому будьте тоже внимательны, и сейчас можно проверить на госуслугах. Эту опцию я сегодня, пока ехал в такси, проверял, и это достаточно удобно. Как у вас дела обстоят? Все хорошо, спасибо большое. Ну и, конечно, этот момент важный. Будьте внимательны, и переходим ко второму моменту, который сейчас многие девушки, может быть, слышали, может быть, пользовались ситуацией, когда раньше они могли поменять фамилию, и уже несколько лет, там, вплоть до, если у кого-то 10-летний паспорт, 5-7 лет, ездить за границу в Турцию, Египет, безвизовые страны по старой фамилии. А сейчас нельзя? Да и раньше было нельзя, потому что, представь, Ксюша, если мы оказываемся в необходимости использоваться страховкой о невыезде за границей, мы в этом, мы вообще абсолютно вне страхового, мы вне поля правового находимся, потому что мы такие, мы, у нас не существует. Поэтому сейчас к этому еще более строго относятся, и если девушка поменяла паспорт, то нужно, поменяла российский паспорт, нужно сразу же менять загран. Если вы меняете паспорт, и у вас через неделю поездка за границу, это очень важный момент, лучше сначала не менять паспорт, а потом, уже когда съездили, отдохнули, уже заняться сменой паспорта. То есть, подождите, то есть в ЗАГСе, получается, сдал согласие на смену фамилии, но еще документы не поменяли. О, мне кажется, сейчас гораздо проще девушкам не менять фамилию. И, парни, вот если вы хотите, чтобы была ваша фамилия, и девушка согласна, все, это точно ваш человек. Там столько потом заморочек с документами. Не так, ты должен был сказать, теперь это ваша проблема. Хотите, чтобы ваша фамилия была, идите и меняйте сами. Да, ну, либо после отпуска займитесь этим вопросом, если хотите поменять фамилию. Ну что ж, переходим к основным моментам, которые переживают все наши туристы. Во-первых, сейчас возникают проблемы с тем, что мы, например, хотим отправиться на отпуск в Абхазию, в Белоруссию, в другие страны, где можно летать с российским паспортом. Да? Таких стран больше шести. Ну, а детям до 14 лет можно летать со свидетельством о рождении, но с маленькой оговорочкой. Потому что на обороте этого свидетельства о рождении должен быть красный штамп, о котором не все мамы знают, не все папы знают, потому что это штамп, который подтверждает, что этот турист является гражданином России. Многие спрашивают, зачем? Ну, такие правила. А где его ставят? Его ставят на оборотной стороне свидетельства о рождении, в нашем месте, где мы получаем загранпаспорты, в отделении полиции. И этот штамп, если его нет, например, вы решили поехать в Абхазию на экскурсию, вас не выпустят, то есть ребенка не выпустят, потому что этот штамп обязательное требование. И раньше оно было обязательным, но сейчас просто это более формализировали. И если вы планируете куда-то поехать отдыхать, тот же Сочи, просто займитесь этим заранее. Это нужно, это важно. То есть автоматически этот штамп не стоит на каждом месте? Автоматически он не стоит. Нужно зайти и проставить. И он, по сути, он не нужен, кроме как пересечения границы на те страны, где требуется, где возможно пересечь границу по российскому паспорту. Безвизовый режим. Безвизовый режим, да. Это Армения, Белоруссия. Ну и переходим к главному моменту, потому что это то, что сейчас просто собирает огромное количество просмотров, охватов. Это вот проблема с нашими загранпаспортами. Есть ли вообще она? Как заверили сотрудники пограничной службы, если у вас в российском паспорте Екатеринбург, Свердловске, за гранпаспорте другая информация, но тоже похожая, да, не стоит этого переживать, потому что главное, они вас выпустят за границу, это не проблема. А впустят ли обратно? И впустят обратно, потому что действительно вот эта путаница у городов, которые меняли название, это не является сложностью для пограничников, это не причина того, чтобы забрать паспорт по тому документу, который бы пошел действие в ноябре. Главное, чтобы не было никаких ошибок, потому что вот тот случай, когда туристку не выпустили несколько недель назад за границу, она не улетела, потеряла деньги, там была причина не в том, что паспорт, вот эта вот путаница в городах, а в том, что была ошибка в одной букве. Я призываю наших туристов, то есть не Екатеринбург, а Екатеринбург. И паспорт был выдан в Москве, поэтому, ну, просто паспортистка не знала, как правильно писать наш город. И будьте внимательны с этим моментом, просто сегодня вечером, когда придете домой, откройте свой загранпаспорт, прочитайте его, как будто вот в первый раз. Или передайте другому человеку, который просто нейтрален, он может проще заметить эту ошибку. И вот эти вот, да, не просто бывают ошибки в городах, в написании городов, ошибки в написании отчеств. Если у вас отчество необычное, если отчество, где вот просто кто-то забыл одну букву, этот паспорт тоже недействителен будет, и вот вас изымут на границу. То есть, получается, ошибку совершил не ты. Не ты. А можно ли подать в суд на паспортистке? Подать в суд можно, но это будет достаточно сложный длительный процесс. И дорого, наверное. И дорого, наверное, и издержки. Поэтому, если у вас есть возможность не подавать, перепроверьте, пожалуйста, потому что это, конечно, спасет ваш отпуск. Ну и сейчас еще возникают сложности с тем, что там есть такая в паспорте машиночитаемая строчка. Бывают, возникают проблемы то, что там есть буква М или Ф. Это мужской пол, и Ф – это женский пол. Он должен совпадать. Ничего другое там мы прочитать, по сути, не сможем, потому что это то, что машина вкладывает информацию. И это как бы информация только для пограничников. Они ее считывают своей программой. Но уж М или Ф мы можем проверить. Поэтому я очень переживаю за то, что ваш отпуск состоится. Паспорт – это важный момент. И мы помним, что мы должны поменять фамилию, сразу менять паспорт. Мы должны проверить себя на сайте судебных приставов и на госуслугах, что мы выездные. Ну и проверить, правильно написаны ли у нас данные в загранпаспорте. Потому что, конечно, мы туда часто не заглядываем. Ну и проверьте, что ваш паспорт действовал. И вообще существует у вас паспорт. Потому что многие туристы обращаются в турагентство. Они говорят, мы хотим поехать отдыхать. Тур подобрали. Турист открывает в гранд-паспорт. У меня в прошлом месяце он закончился. Ужас какой. Спасибо огромное за эту полезную информацию. Надеюсь, что каждый телезритель сегодня записал по всем пунктам проверить свои документы, чтобы таких, ну, обидных, очень таких курьезных, наверное, ситуаций не происходило, от которых слезы наворачиваются иногда, когда срывается отпуск. Кто будет радоваться в уральские санатории? Ну, это тоже. А если не успели записать, то вы можете пересмотреть наш эфир в группе ВКонтакте. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Денгольц, путешественник, менеджер турфирмы.